Друзья, всем привет! Сегодня будем изготавливать крайне полезный и простой инструмент. В качестве донора будет выступать вот такой болт М12. Я уже предварительно прослил отверстие, нарезал резьбу М4. Следующая задача прослить отверстие не насквозь, не сквозное, а примерно с отступом 8 мм. Зажимаем. Немного масла и зацентруемся. И есть такое дельце. Немножечко надфилем внутри. Такая у меня коробка. Куча надфилей. Конечно, они уже подубитые, но еще мне службу сослужат. А чем он мне надфиль? А? Алмазный. Высокоточный. Так, сейчас. Столкать. Нормально. Кстати, это по поводу того, что у меня руки часто в видео грязные. Зато эти руки ничего не кралы. Как говорят у нас в стране. Что мне каждую секунду мыть, бегать? Нифига. Не, все-таки помою пойду. И, в принципе, достаточно уже и обрабатывать. Относительно кристальные руки возвратились. Следующая нам понадобится вот такая вот фиговина. Найденная в запасах всякого дерьмища. От чего она? Надо подумать. Обязательно пишите свое предположение. По-любому кто-то найдется, кто знает от чего это. Следующая, в общем-то, нам необходимо рассверлить отверстие. Опять же, делаем на станке. В общем, просверлил, но немного неудачно. Кусочек откололся. Сильно твердый этот ебанит. Но ничего, сейчас торцанем, поправим. Достаточно. Немножечко супер-пупер-клея. И вот так вот. Ждем-с. И эпоксидной смолы. Жидкая она какая-то. Жарище. Страшная стоит. Градуса, наверное, 35. Именно поэтому, судя по всему, она и жидковатая. Но ничего, ничего. В то время, пока сохнет изделие, о котором шла речь выше, изготовим небольшую шайбу. Есть вот такая вот туная фиговина. Хромированная. Или никелированная, не знаю. Классно. Вот бы научиться делать такие покрытия дома. В домашних условиях. Но, скорее всего, для этого потребуются редкие химикаты. Достать которые крайне сложно. Ладно. Нам необходимо, в общем-то, отрезать вот эту вот часть. Зажимаем, так сказать, на разжим. Режу, что называется, вручную. Жесткость моего станка не позволяет производить это электромеханическим путем. Ничего, ничего. Высохло чудо-юдо изделие. И теперь немного наждачки. Никогда не повредит. Я думаю, я сию операцию оставлю за кадром. И вот, собственно, и все. Немного наждачкой прошелся и немного полирнул. Просто, чтобы было приятно на ощупь. Это вот так. Это вот так. И есть у меня запасец всякого добра. Вот оно, я думаю, подойдет. Закручиваем. Это ведь неудобно, скажет искушенный классный супер-мега, сделая себе самоделками, зритель. На самом деле, все удобно. Я почему эту заготовку и выбрал. Я взял ее в руку, в руки, в руку точнее все-таки, и почувствовал, что очень хорошо лежит в руке. Просто превосходно, я вам скажу. Пока что буду использовать как надфиль. Как ручку для надфиля. Все дело в том, что их всегда не хватает, этих самых ручек. Как правило, что-нибудь делаешь, обложишься кучей надфилей и работаешь. Но, это ведь неудобно. Без ручки надфиль, тот, кто работал надфилем долго, знает, как это напряжно, когда нет ручки. Сейчас же есть. Вот, ретро-ручка делалась еще, ого-го, когда? Давно. Почему, кстати, я не сделал из дерева? Можно было нечто сделать аналогичное. Но нет, 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 нет. Нет, дерево мне не понравилось. Мне нравится, точнее, тем, что оно пачкается. Пачкается и, ну, неприятно, не знаю. Мне почему-то пластик больше нравится. Увесисто. Вот такие дела. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Но посрам, как всегда, пока. А в этот тайник можно заныкать гривен двести. Угу, хорошо. Фиг, кто догадается, где мои деньги лежат. Фиг, кто догадается. Продолжение следует... Продолжение следует...